80 мегаватт звука, киловатт света, 3,5 километра светодиодных лент и более 50 тысяч гостей. В Нижегородской области завершился фестиваль электронной музыки и технологий Alpha Future People. Он проходит третий год и уже вполне может называться международным. Гостей из-за рубежа пока, конечно, немного, всего около 5%, но зато приглашенные диджеи вполне оправдывают этот статус. Надежда Андреева погрузилась в мир технологий и увидела людей будущего. Три дня музыки и постоянного движения. Планка в 50 тысяч гостей взята еще на экваторе фестиваля. Чтобы пропустить на площадку всех желающих, организаторам пришлось достать со складов браслеты прошлого года. На этот раз на фестивале всего больше. Увеличилось количество точек питания, возросло число локаций. К примеру, спортивную зону обогатили новыми мастер-классами. По кроссфиту, танцам на шесте и воздушных полотнах. Alpha Future People – фестиваль не только музыки, но и высоких технологий. Зона последних модных изобретений в этом году увеличилась в два раза. Семь шатров на площади 5000 квадратных метров, объединенные одной темой – город будущего. Премьеры лучших гаджетов, презентации очков и шлемов виртуальной реальности. Шоу «Умный дом» и центр новейших медицинских технологий. В этом году мы внедрили также в развлекательный большой наш шатер зону арт. Это для нас тоже такая некая новинка. Пока эксперимент, идет пока очень хорошо. Все интересуются живо. Представили три проекта. Один из которых – это погружение виртуальное в картины Марка Шагала. Главная гордость фестиваля – центральная сцена. Она стала на два метра выше и шире. В итоге получилась конструкция с девятиэтажный дом и длиной 40 метров. В дизайне сцены отражена основная тема фестиваля – любовь и музыка. Центральная часть фигуры – сердце. В нем и размещена диджейская. Несколько тысяч фотографий, селфи и комментариев в эти дни ушли в сеть с площадки «Альфа Фьючер Пипл». Чтобы интернет летал, а голоса восторга были услышаны, главному технологическому партнеру фестиваля пришлось приложить немало усилий. На площади в 50 гектаров было протянуто 36 километров оптоволокна. Как говорят организаторы, только тем, что в чистом поле интернет не виснет, а летает, фестиваль уже может войти в историю. В этом году мы в два раза расширили зону действия сети Wi-Fi. И теперь вы можете наслаждаться сервисами на площади более 300 тысяч квадратных метров. Пять мобильных базовых станций позволяют вам пользоваться голосовыми сервисами, как вы это привыкли делать в обычной жизни. Мобильный оператор не только обеспечил техническую сторону фестиваля, но и организовал зону отдыха, где можно было поучаствовать в различных квестах, сделать необычные фотографии, отдохнуть на мягких пуфах и подзарядить телефон. Главный технологический партнер фестиваля подготовил для самых активных гостей уникальную возможность в буквальном смысле вознестись к небесам и видеть площадку Alpha Future People с высоты 18 метров. Музыкальный фестиваль – настоящий фейерверк эмоций и типажей. От истинных ценителей электронной музыки до солидных представителей старшего поколения. Здесь очень весело, вспоминаем свою молодость и впадаем просто в эйфорию. Набор исполнителей относительно современной электронной музыки очень сильный. То есть, да, там, по-моему, из топ-10 три диджея здесь выступают. От тех, кто приехал на фестиваль за компанию, до тех, кто основательно подготовился к грандиозному музыкальному событию. Главным гостем, хедлайнером фестиваля, стал Армин Ван Бюрн – диджей, чью музыку обожают не только миллионы фанатов по всему миру, но и королевская семья Нидерландов. Ему выступление стало апофеозом праздника. Надежда Андреева, Владимир Синдеев, Вести Чувашия из Нижегородской области.